Я сегодня приехал для того, чтобы сказать слова извинения и попросить прощения. Ирина, простите, что мы вас не спасли, не уберегли вас. Ирина была одной из нас. Я хочу еще раз выразить соболезнование Ирине, ее близким, ее друзьям, всем тем, с кем она была знакома. Хочу выразить соболезнование всем жителям Нижнего Новгорода и жителям области, потому что с Ириной они потеряли не только великого человека, но и одно из единственных независимых СМИ региона. Я написал, что готов поделиться информацией о всех причастных к ее систематическому давлению на нее, которое продолжалось несколько лет. И я их и сделаю, но сейчас я бы хотел обратить особое внимание на то, что Ирина написала в предсмертной записке, в предсмертном своем посте. Каждый из тех, кто был причастен к давлению на нее, не нанес никакого-то смертельного удара, а чуть-чуть понемножечку укусил, чуть-чуть понемножечку надавил, чуть-чуть создал какие-то проблемы. Они просто выбрали не того человека, на Ирину нельзя было давить. Никогда не позволяло кому-то влиять на ее решение, и в этот раз тоже не позволило. Я прихожу с троюродным братом Ириной Колебановой, Нарахтаевой-Славиной, наши бабушки, родные сестры. Много, конечно, мы общались именно в детстве. Мы учились в одной школе три года, встречались на семейных посиделках, очень активно, жизнерадостная была девушка. Комсомолка-активистка, любила ходить в походы, была комсоргом класса. Так, по учебе общались, в школе встречались, вне стен школы. Очень светлое воспоминание, очень хороший человек. Конечно, очень жаль, что так все это произошло в итоге. А по профессиональной, по журналистской стезе мы честно-тесно сотрудничали в Международской правде. Она была как раз по политике, вела группу студентов, она была очень довольна. Молодые первокурсники, она их вела. В последнее время, конечно же, в городской администрации, в городской думе, она практически там прописалась, что-то не второй ее дом был. Она в всех практически заседаниях что-то всегда печатала, актуальная. Даже многие политики цитировали ее в ходе заседания. Очень живая, очень действительно общительная девушка. Она всегда останется в нашей памяти. Конечно, спи спокойной сестренка, мы всегда с тобой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова